Я не буду грузить вас большим количеством информации, потому что достаточно хорошо, с одной стороны, выступать последним, потому что сказано уже практически всё и обо всём, поэтому коротко расскажу о нашем клиническом опыте применения данного метода. Диагностический потенциал у нас, врачи-аллергологов, достаточно недавно пополнился концептуально новым методом использования именно молекулярной диагностики. И суть это, вы сегодня слышали, это суть рутинное определение специфических иммуноглобулинов Е, но не к цельным аллергенам, а к экстрактам, а к множественным белковым составляющим. Но, тем не менее, никто не отменял, самое главное, это анализ и анамнез, сбор анамнеза на живопациента. 90% успеха – это правильно собранный анамнез. Затем это аллергологическое тестирование, а именно классическое аллергологическое тестирование. Это интерпретация результатов. Молекулярная аллергодиагностика, как вы видите, я её отнесла на четвёртый пункт. То есть это не панацея и не нужно искать в новом методе, что мы действительно решим все вопросы с помощью этого метода. Пока это ребус, который мы, к сожалению, разгадываем. И использовать только стали недавно, хотя, в принципе, в литературе достаточно давно появились первые исследования. И профессор Валента 16 лет назад, первые его публикации были опубликованы. В нашей рутинной практике мы начали достаточно недавно использовать этот метод. Выработка алгоритма лечения и профилактики и выбор схемы терапии. Действительно, очень важно назначить ту терапию, которая необходима данному пациенту. Либо это фармакотерапия, либо это аллергеноспецифическая иммунотерапия. Красота может быть обманчивой. Не всё так красиво, как действительно представлено на этом слайде. Дело в том, что сегодня уже прозвучало в докладе о том, что есть экополютанты, кто их как называет, да, экзополютанты, экополютанты. Но, тем не менее, не забывайте о том, что те полютанты, которые присутствуют в наших городах и мегаполисах, они прежде всего служат какую роль? Они обладают ирритантным действием. Таким образом, воздействуя на слизистую бронхолёгочного дерева, вызывают большее раздражение. И действительно, аллергены проникают более глубоко на подслизистый слой, вызывая сильнейшее воспаление. То есть взаимодействие и аллергенов наших, таких красивых и замечательных, и полютантов. Это и окись азота, это и тяжёлые металлы, и механические всевозможные экстракты. Разнообразие пыльцевых аллергенов. Вы сегодня слушали доклад, поэтому я сильно не буду на этом долго заострять своё внимание. В нашем регионе представлены аллергены – это деревья, это травы и сорные травы. То, что касается непосредственно молекулярной диагностики – это истинные аллергены, которые входят в состав каждой из этих групп, и непосредственно белковые экстракты. Те, которые классифицируются как семейство белков, и именно фракционированные структуры, которые здесь представлены, они, исходя из функций структуры, разделены на полкальцины, профилины и липидные белки. То, что касается именно молекулярной диагностики – ложноположительные пректесты и неэффективность оси, о которых я как раз сегодня и расскажу. Необходимость молекулярной диагностики позволяет выявить истинную сенсибилизацию и перекрёстную реакцию у полисенсибилизированных пациентов. Выделение групп риска для развития системных реакций при проведении осид. Один из случаев как раз будет посвящён этой теме. Немножко останавливаюсь на непосредственно определениях. Косенсибилизация – что это такое? Это ИГИ, извините, реактивность к структурно несвязанным аллергенным группам или к разным видоспецифичным аллергенам. Перекрёстная сенсибилизация – это ИГИ, антитела, изначально синтезированные к одному аллергену, связывающиеся с подобными структурами другого аллергена. И кораспознавание – это перекрёстная сенсибилизация при неизвестном первичном триггере. Современные тенденции в аллергологии – это, конечно, большое количество полисенсибилизированных пациентов к одному источнику, теперь очень мало и ограничено. Если я свой век начинала аллергологом, как Людмила Александровна говорит, в прошлом веке, то, конечно, у нас было достаточно много пациентов, которые имели полисенсибилизацию. Сейчас мы практически не сталкиваемся с такими пациентами. Я думаю, что как раз из-за контакта с множественными аллергенными источниками, опять-таки из-за взаимодействия с экополютантами. Сложность диагностики – это, прежде всего, именно это и полисенсибилизация служит сложностью диагностики. Множественные положительные результаты с использованием экстрактов аллергенов являются из-за наличия перекрёстно-реактивных аллергенов в диагностических экстрактах, потому что то, что мы используем в своей практике, диагностические экстракты, они и содержат всевозможные белковые экстракты. Ну и белки, те, которые присутствуют – это профилины, полкальцины, тропомиозины, которые вызывают ложноположительные кожные реакции. Диагностическое значение компонентной диагностики – прежде всего, это определение сенсибилизации к мажорным и минорным генам. То есть условно их разделили на мажорные и минорные гены. Возможность прогнозирования тяжести аллергической реакции на пищевые продукты, то, что очень актуально в педиатрии, потому что основной пул – это, конечно, педиатрия. И точные диетические предпочтения, которые с учётом этой диагностики и прогнозируются. Прогнозирование эффективности оси, о котором я сегодня расскажу, и выявление неожиданных сенсибилизаций. У нас существуют международные и федеральные руководства, и европейские, и международные, и наши российские, федеральные наши клинические рекомендации, которые мы используем в рамках использования аллергеноспецифической иммунотерапии. Там же и представлена вот такая схема, не буду долго, потому что все присутствуют аллергологи, что диагностика поэтапной, что не сразу назначается аллергеноспецифической иммунотерапией, а правильно собрана анабнос, этапность. И только вот, в принципе, в публикациях 2014 года в журнале «Европейская клиническая аллергология и иммунология» появляется молекулярная диагностика. То есть именно тот этап, когда мы видим, что появилось место молекулярной диагностики. Когда же мы ее используем? Ну, прежде всего, когда сомнительная анамнез. То есть пациент не может четко сказать период временной полинации. Первое. Второе, когда пробы практически, то есть полисенсибилизированные больной. Вот в этом плане, конечно, нам помогает непосредственно молекулярная диагностика. Клинический пример номер один. Пациент 19 лет. Из анамнеза прошел аллергологическое тестирование, то есть он прошел кожные пробы, и выявлена сенсибилизация к березе и к злаковым травам. В связи с тем, что по анамнезу пациент не рассказывал апрель и май, да, он рассказывал, что клинические проявления только июнь-июль, мы все-таки провели ему первый курс, аллерген специфической иммунотерапии, ну, сублингвальными рекомбинантными аллергенами. К сожалению, пациент остался недоволен, то есть он приходит к нам осенью и рассказывает о том, что временной промежуток, когда он стал испытывать симптомы, сдвинулся, и он стал испытывать их с мая, май, июнь и июль. Рекомендовано было проведение эпитопной диагностики в связи с тем, что нужно было как бы разобраться, да, целесообразно ли ему проведение осид на второй курс, или все-таки ограничиться только первым. С чем связано вот это расширение спектра сенсибилизации или что-то еще происходит? Выявлено было во время диагностики, то есть использовался прибор на фадиотопе, исследование выявило, что мы видим, да, что пыльца деревьев у него минимальные, то есть выявили все-таки истинную сенсибилизацию, мажорные гены у него Тимофеевки, оп, стоп, значит, у него мажорные гены Тимофеевки, но есть, вы видите, что березорекомбинантный компонент, это минорный ген, который присутствует в минимальном количестве, но, тем не менее, он есть. То есть вот в рамках от 0,7 до 3,5 это умеренный уровень антител, и он как раз укладывается в эти рамки. Из выводов. Мы подтвердили истинную сенсибилизацию, то есть действительно у него компонент ФЛОПИ-П1 и ФЛОПИ-П5 высокий уровень антител, минорные участки у него умеренно высокий уровень показателей и низкий уровень специфических ИГЕ КРБТ-В2 и КРБТ-В4, то есть отрицательную РБТ-В1. Вот пока первое время сначала для нас это было тоже в виде аббревиатуры, то есть такой ребус, который нужно было разгадать, нужно ему, не нужно, с какой целью, продолжаем мы или нет. В итоге мы все-таки пришли к выводу, что исключена у него, исключена истинная сенсибилизация к березе, потому что и отсутствия показаний для оси березы нет. Клинические проявления вперед цветения мы все-таки соизмерили с перекрестными свойствами профилинов, и пациенту предложено все-таки продолжить лечение аллергеноспецифической иммунотерапии именно рекомбинантным аллергеном злаковых травм. А также соблюдение эллиминационной диеты. Недавно буквально с Людмилой Санной мы общались о том, что все-таки европейские эксперты настаивают на том, что одного года аллергеноспецифической иммунотерапии – это недостаточно, и поэтому ждать такого вау-эффекта, как некоторые наши пациенты настроены, не случайно, аллергеноспецифической иммунотерапии, как минимум, мы все-таки проводим три года. Клинический пример номер два. Это также один из вариантов, с какой целью можно использовать молекулярную диагностику. Пациентка, женщина, 71-го года рождения, мать троих детей, не случайно это назову, потому что почувствуете нашу боль и страх, когда все произошло с ней. Диагноз – поленос, аллергический ренит, аллергический конъюнктивит от сенсибилизации к пыльце полыни. Пациентка прошла кожное тестирование, выявлена сенсибилизация и начала курс аллергеноспецифической иммунотерапии аллергоидом пыльцы полыни. Четко рассказывала, скажем так, ее проявление клиническое. Это был август, начало сентября. Единственное, поздний дебют, то есть достаточно поздно она дебютировала с этим заболеванием и достаточно длительный все-таки срок, уже где-то более семи лет она страдала этим заболеванием. Но пока рожала своих детей, ей некогда было заниматься собой. За время проведения аллергеноспецифической иммунотерапии местных общих реакций на введение препарата не наблюдалось. То есть даже ни гиперемии, ни волдыря, ничего не было. Все шло очень гладко. До определенного момента, когда в один из дней на 40-й минуте после введения аллергоида полыни в разведении 10-1, 0,3 мл, пациентка обратилась с жалобами на головокружение, чувство жара, покраснение лица при сохраненной гемодинамике. К счастью, как раз в кабинете в моем присутствовала Дарья Сергеевна, поэтому первый реанимационный профессор Нинашева. Профессор Нинашева. То есть мы втроем эту даму, которая сначала померила, давление было 60 на 40, на 45-й минуте резкое падение давления, сначала гемодинамика была нормальной, то есть первое, что мы измерили. И в рамках терапии анафилоксии вот мы втроем, я не хрупкая, но две хрупкие девушки, мы ее буквально благополучно перенесли в процедурный кабинет, который находится в соседнем помещении. Значит, ей оказаны были в рамках анафилоксии введения адреналина, глюкокортикостероидов, установлен был катетер и оказаны реанимационные мероприятия. Благо, наш многопрофильный стационар обладает возможностью доступности реанимации. То есть у нас на третьем этаже находится реанимационное отделение. Вот эта корпусная доступность реанимационных мероприятий нам, конечно, сыграла большую роль. И мой страх, что потеряем мать троих детей, это было, конечно, очень страшно. Но, тем не менее, все закончилось благополучно. Наши реаниматологи нам помогли. И тут, на том этапе, на котором мы, в принципе, все сделали, сделано было все правильно, все было хорошо. То есть, как говорит Дарья Сергеевна, на хэппи-энд. Однако, при ретроспективном анализе мы выяснили, что накануне визита в клинику пациентка отметила нарушение алиминационной диеты. Стали выяснять, с чем же связана такая реакция. Вот на моем опыте аллерголога это второй анафилактический шок, и именно на полынь. И 52-й. Да, накануне визита в клинику пациентка отметила нарушение прежде всего алиминационной диеты. Затем мы выяснили, что она посещала сауну, где использовались фитоэкстракты. Затем было минимальное употребление алкоголя. Вот про алкоголь это было пиво. Тоже не случайно скажу, почему, потому что можно будет увидеть потом при ретроспективном анализе молекулярной диагностики. В рамках анафилоксии в течение двух часов после развившейся реакции уровень трептаза, мы взяли у нее, он составил 64 микрограмма на литр, что полностью доказывает анафилоксия. И вот такую вот ретроспективную молекулярную диагностику мы провели у этой пациентки. Достаточно интересно, вы можете посмотреть, я вот отойду, да, кому-то если загораживаю, мы видим, что данная пациентка обладает действительно истинной сенсибилизацией к полыне, то есть лечим мы ее правильно, то есть у нее действительно истинная сенсибилизация, но обратите внимание, какой у нее высокий уровень минорного гена 54,5, то есть это вот так называемый злой агент энд арт В3. И по данным опять-таки европейских источников, европейских наших коллег, именно этот злой минорный ген и вызывает вот такие системные реакции, то есть у нее, посмотрите, достаточно высокий, то есть это высокий уровень минорных генов. Не случайно сказала про пиво, мы видим, что у нее и тимофеевка рекомбинантная, минимальная, но тем не менее у нее есть также минорные гены. То есть вот это все просто сложилось и послужило кофактором при развитии такой тяжелой анафилоксии. Из выводов, для чего же нам нужна эта молекулярная диагностика? Ну прежде всего, особая настороженность у пациентов с высокой сенсибилизацией к минорным аллергенам, особенно полыне. Это частые тяжелые системные реакции, которые присущи для этой группы пациентов. Комплекс кофакторов, о которых я назвала, эллиминационная диета строго должна соблюдаться во время аллергеноспецифической иммунотерапии. И то, что нам помогло, это, конечно, условия многопрофильного стационара. Я думаю, в вашей практике достаточно часто вам говорили пациенты, доктор, дайте мне домой, я буду дома колоть, у меня жена медсестра, у меня мама медсестра и так далее. Вот такие случаи как раз служат тем, что все-таки лечение аллергенами должно осуществляться в рамках только стационара. Это, я сегодня, думаю, не буду заострять ваше внимание, да, это сегодня, я думаю, в докладе было очень четко все вам рассказано по поводу вывода. Все-таки быть или не быть аллергеноспецифической иммунотерапии. Я как аллерголог считаю, что быть вопрос в том, как подойти к ней и что поэтапно необходимо сделать. Несмотря на то, что аллергеноспецифическая иммунотерапия это дорогостоящий метод, то есть от трех до пяти лет, но он себя оправдывает тем, что мы все-таки занимаемся этиопатогенетическим лечением. Я знаю, что Белевский не очень любит нашу аллергеноспецифическую иммунотерапию, но мы лечим и вылечиваем, потому что это все-таки этиопатогенетическое лечение. Правильный диагноз выяснить, истинно это или ложная сенсибилизация. Это тоже очень важно. Сенсибилизация именно к неглавным аллергенам и может отражаться специфическим кожным тестированием. То есть мы видим положительные кожные пробы, а это реакция на что? На компоненты, но не является именно аргументом для назначения аллергеноспецифической иммунотерапии. Выборы и определение аллергена наглядно показало, что действительно не расширился спектр, а просто участвовали эти минорные компоненты. Оптимизация назначения осид в условиях амбулаторного или дневного стационара. Что касается второго клинического случая, то, конечно, если бы было, скажем так, заранее произведено это аллергологическое обследование, то ее нужно и можно лечить, но в условиях наблюдения длительного, а именно дневного стационара. То есть это не пациентка амбулаторного звена, а что пришел и ушел. И оптимизация назначения, и оценка рисков развития системных реакций. То есть с какой целью? Оценить риски, есть или нет. Сможем мы этого пациента отпустить действительно с флакончиком какого-то препарата или нет? К счастью, появились все-таки в нашем арсенале достаточно высокий спектр препаратов рекомбинантных. Большое спасибо и таблетированные, потому что когда мы начинали, когда я начинала только аллергены, были аллергоиды. Сейчас достаточно спектр расширен. Это и таблетированные препараты, это и для перорального введения капли. То есть спектр расширился, но тем не менее оценка рисков системных реакций все-таки должна быть обязательно. Мы надеемся на то, что будет персонализированный все-таки подход к терапии, надеемся на компанию, надеемся на нашу науку, что будут разработаны такие аллергены, которые будут лишены минорных компонентов и будут истинные аллергены присутствовать в наших препаратах, которыми мы лечим больных. В связи с этим надежда на них, чтобы не было у нас высоких рисков системных реакций, а также и места. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо.